здравствуйте сегодня поговорим про мультимедиа поиск вот меня зовут константин вот я являюсь руководителем группы вертикального поиска в проекте поиск mail.ru вот вертикальные поиски это поиски которые ищут не по всему имеющемуся массиву информации об какой-то отдельной тематике там по картинкам видео там ответы mail.ru вот какая-то отдельная узкая тематика вот соответственно наша команда как раз этим и занимаемся вот соответственно наш сфер ответственность входит поиск по картинкам по видео по музыке на профиле в социальных сетях и там всякие товары вот соответственно о чем мы сегодня будем говорить про мультимедиа поиск здесь под мультимедиа подразумевается поиск по картинкам по аудиозаписям и по видео соответственно лекция разделена условно на две части первое это поиск по аннотациям когда у нас в качестве поискового запроса уступает текст вот и вторая часть это поиск по содержимому это когда мы в качестве образца передаем там картинку и соответственно ищем что-то похожее вот соответственно приступим к поиску по картинкам здесь четыре важных момента которые стоит обсудить первый это собственно где найти аннотации к этим картинкам как их выделить почему важно эффективно находить дубликаты в поисках по картинкам собственно какие они бывают вот и как раз с двумя типами дубликатов мы и поработаем то есть поиск точных дубликатов и поиск нечетких дубликатов про поиск по картинкам если мы говорим о картинках которые находятся в вебе где собственно взять текст по которому можем найти эту картинку вот ну все вы там разметку html примерно представляете что она себе представляет вот встречается картинка самая как бы самый полезный текст зачастую находится в теги и моджер то есть у нас урокартинки и дальше идет ее описание вот еще у нас есть текст который расположен над картинкой под картинкой заголовок название страницы это как бы наиболее качественный текст который имеет смысл использовать что у нас еще есть еще есть микроразметка ну в частности наиболее популярный open graph вот здесь вот для примера я привел кусочек вам по-моему уже рассказывали да наверное про про open graph вот ну здесь вот для примера страничка с ютуба здесь у нас есть соответственно урал страницы с картинкой есть собственно урал самой картиночки вот и некоторые тексты тайтл там вот фиксики колесо и более подробное описание там дима позвал нолика там куда-то следующее еще у нас есть тексты ссылок вот причем ссылки есть как на саму картинку как и так на страницу которые содержат ну то есть вот для примера там в разметке это выглядит следующим образом страница картинка все просто теперь про дубликаты картинок поговорим почему это важно как вы думаете да верно это разнообразие выдачи это один момент какие еще идеи да верно но есть еще более важный момент да вот это верное направление вот я его немножко обозвал по-другому это объединение аннотации факторов ранжирования вот собственно что мы из этого можем вообще извлечь первое это количество дубликатов этой картинки если очень много дубликатов значит картинка популярная начать ее нужно ранжировать выше если следующий момент это характеристики страниц и сайтов на которых находится данная картинка ну то есть примеру если там я восьмидесяти процентов случаев эта картинка находится на порно сайтах да вот скорее всего эти 20 процентов это тоже как порно картинка вот у нас появляется сразу много текстов к этой картинке мы сможем ее по большому количеству запросов найти вот а кроме того и когда мы имеем весь этот массив информации мы можем что-нибудь производное сотворить из этих данных ну то есть вот хороший пример представьте что у нас вот есть картинка со стулом вот и есть много описаний где там часто встречать слова стул вот но и также есть картинки где встречается слово стол под этой картинкой вот если мы выделим ключевые слова которые связаны с этим с этой картинкой вот очевидно что стул туда попадет а стол скорее всего нет этот факт мы можем учитывать при ранжировании по запросу стол эту картинку не показывать теперь поговорим о том какие же бывают дубликат картинок ну как бы очевидно это прям тот же самый урал как бы все очевидно дать он на другой странице встретился значит он просто вается на ту же самую картинку следующее это тот же файл то есть прямо бинарное совпадение тоже как бы все легко понятно и просто и третий момент это одно и то же изображение но он в разных разрешениях или разных форматах gpg там png gif вот она как бы визуально одинаковая да но бинарным попиксельно она уже не совпадает и приходим к следующему самому сложному варианту это не четкие дубликаты это картинки которые человек сразу видишь это как бы одно и то же вот но для машины очевидно это все совсем разное что тут разные тут разные соотношения сторон здесь вот на вот этой картиночки появляются подписи да вот час размещает водяные знаки ну такой прозрачный текст защитить картинку вот вот эта картинка если внимательно присмотреться она даже повернута чуть-чуть относительно вот это оригинальный под некоторым углом но на самом деле это как бы одно и то же понятно и еще один момент связанный с дубликатами в картинках вот он влияет на цену ошибки вот я сейчас проведем маленький тест вот сколько времени нужно на выявление дубликатов выдачи вот сейчас будет две выдачи вот я постараюсь там примерно засечь время которую вы потратите на выявление кто первым кто первый дубликаты все найдет поднимите руку так выдачи номер один смотрим ну видно что она отличается от остальных последние что еще так отлично где-то секунд 30 так теперь 2 2 выдачи ищем дубликаты все до 7 секунд вот ну тут немножко обрезано конечно да не влез нижний край вот ну то есть вот 1 2 и вот эти вот 2 вот тоже самое на самом деле точно такой же тест если мы проводили бы тест на выявление неревантного результата туда же быстрее бы все было да то есть если вы мы там не знаю вся картинка по запросу у вас в машинах да и там в одном месте встречается ваза да потому что она по морфологии подходит вполне себе вот то это видит можно увидеть это сразу вот поэтому и как бы надо с дубликатами работать хорошо что вы как бы не позориться когда мы делаем поиск вот соответственно сейчас будет некоторое количество информации про компьютерное зрение но в том объеме который необходим для того чтобы нам эффективно работать с изображениями для решения задачи нахождения дубликатов вот есть картинка open cv и рассмотрим простейший там одномерный случай о том как представить нам изображение вот здесь вот проведена линия вот и по этой линии мы берем яркость пикселей и рисуем график ну собственно нарисован 0 это означает как бы черный цвет 255 это исключительно белый да то есть что мы видим сначала у нас тут светлая да потом идет серенький цвет вот он здесь потом соответственно линия белого вот снова близко к черному белый черный понятно вот теперь на тот же пример на фотографии ну тут как-то колеблется по всякому по-разному понятно да вдоль вот этой линии вы кстати знаете что картинка лена да откуда взялась тоже отлично собственно что как мы можем эту информацию представить ну то есть один из вариантов мы просто можем там сложить в массив вот значение вот этих вот дискретные функции на получается 250 там значений вот и с этим мы живем вот но хорошо бы какой-то более компактное представлением для обработки использовать и вот что как бы можно придумать можно попробовать эту функцию как-то там аппроксимировать сглазить сгладить очень сильно вот и описать виде какой-то там функции и каких-то ее атрибут параметров каких-то можно попробовать на какие-то компоненты и разложить да и хранить информацию о том что это за компоненты вот и на самом деле даже вот под вот этот случай есть готовый мат аппарат вот и называется он преобразование фурье не на проходили вы не проходили вот но в общем основная идея в чем вот есть у нас некая функция вот и теорема фурье гласили о том что для любой функции можно продавать подобрать набор периодически функций которые в общем используя их с различными коэффициентами можно получить приближение не приближение прям точно получить значение исходной функции правда количество этих функций может быть бесконечное количество но в нашем случае у нас функция как бы конечно да вот поэтому у нас задача упрощается сколько у нас ограничено вот то есть что мы имеем у нас есть функция выбираем какие-то базисные функции синуса косинуса с разными там амплитудами и периоды вот и коэффициент подбирая коэффициенты к этим базисным функциям мы можем приблизить нашу исходную вот о чем вообще говорят коэффициенты к вот этим нашим базисным функциям вот например у нас есть функция с низкой частотой если у нее коэффициент большой тут означает что на картинке преобладают плавные изменения бутона вот если у нас большой коэффициент перед функцией с низкими частотами это говорит о том что у нас много деталей то есть вот если вернуться вот к этой картинке как бы что мы тут видим вот где у нас вот здесь вот все сильно дребезжит да то есть эта область вот этой вот шляпы вот здесь у нас видно что яркость меняется очень резко какие-то детали дальше у нас идет лицо вот и здесь все более-менее как бы ровненько соответственно так подводя итог у нас получается что любое изображение может быть представлена как сумма синусов и косинусов различные амплитуды и частоты вот и слагаемые они характеризуют наше изображение вот если ярко сильно скачет значит будут явно выделены высокие частоты если яркость плавно изменяется то значит у нас будет преобладать низкие частоты теперь собственно переходим к задаче поиска дубликатов вот сейчас мы сначала поговорим о точно в дубликатах вот ту часть которая с нечеткими дубликатами мы рассмотрим чуть позже но сначала простой случай вот у нас есть картинка нам нужно найти такие же там там не знаю в другом разрешении в таком или сжатый там другим алгоритмом да что можно сделать самый но самая основная суть в картинке это ее структура вот она описывается как мы только что обсудили низкими частотами соответственно нам нужно эту картинку как-то так и изменить чтобы убрать высокие частоты самый простой способ убрать высокие частоты это ее отрезать в минимальный размер от 8 на 8 пикселей вот видно что все детали пропали да тут вообще непонятно что но структура изображения она как бы сохранилась да то есть вот тут вот какие-то волосы тут это лицо тут нечто похожее на тело вот все низкие что больше нет что мы можем дальше сделать убираем цвет вышедше дальше нам удобнее с этим работать находим среднюю яркость вот на этом изображении вот все пиксели которые меньше заменяем на нолики все которые больше средней яркости заменяем на единички вот получилось вот нечто вот соответственно дальше мы эту картинку ну то есть это 8 на 8 до 64 бита вот достаточно ну соответственно кодируем это вот получили хэш все просто этот хэш обладает рядом достоинств он устойчив к масштабированию то есть мы эту картинку как угодно разжимаем все равно мы сводим ее к 8 на 8 все все сходится вот соответственно если исходную картинку чуть разжали мы все равно сожмем опять же к исходному размеру тоже как бы все сойдет вот эта картинка устойчиво к изменению яркости и контраста потому что как бы все пиксели яркости сместятся среднего их останется и все будет хорошо алгоритм очевидно очень быстро и тут как бы нечего вообще делать вот и еще он хорош тем что он позволяет нам некую близость картинок сравнивать то есть мы можем сравнивать не только на точность совпадения вот этих хэшей но и считать от них расстояние хэмминга то есть это количество отличающихся битов и вот если она если расстояние хэмминга там от 0 до 4 битов то этот как бы точно дубликаты вот если она там от 4 до 8 то она как бы и так так может быть но есть у этого алгоритма недостатки недостаток первый он неустойчив гамма-коррекции и неустойчив к изменению цветовой гистограммы что это такое я сейчас расскажу вот но основная суть в том что существуют такие модификации изображения при котором яркость меняется нелинейно вот первый из них соответственно гамма-коррекция суть в том что как я сказал изменение яркости происходит нелинейная и передаточная функция здесь степенная то есть что мы как бы видим вот здесь вот у нас графики есть вот у нас изменение яркости по диагонали идет да вот применяя вот эту функцию к этой яркости вот мы получаем что исходная яркость меняется там либо так либо так зависимости того больше или меньше единицы у нас степенной показатель вот что это позволяет это позволяет нам в изображении сделать увеличить разборчивость темных участков то есть вот например был у нас там какой-то там довольно темный участок до яркость небольшая поднимается в яркости сильно а вот те участки которые были яркие белыми они особо не как бы не меняются вот и наоборот можно сделать потемнее вот и вот на примере что мы видим есть исходное изображение степени единицы да если у у нас степень дольки то у нас все становится темнеее остается только вот светлые тона вот уменьшая продолжаю меньшая степень у нас как картинка становится все ярче и ярче и вот upping для примера вот здесь вот видно вот например холмик на дне вот здесь установите виден а вот здесь на оригинальном изображение как бы вообще даже не видно хотя при правильной обработке это можно и детали которые изначально не видны второй вариант второй момент это изменение гистограмма изображения что такое гистограмма это такой график который показывает насколько представлены в изображении пиксели с определенным уровнем яркости вот это средство по которому можно правильной оценки оценить правильную экспозицию на фотоаппарате сфором то есть у всех почти у всех то есть настройках пока под шпана появилась вот и правильная картинка вот такая когда у нас более менее равномерно яркость распределена по всему диапазону вот эта фотография а передержана здесь у нас темных участков вообще нету вот она как бы засвеченная а вот это вы она наоборот не додержана здесь больше темного а светового почти нет это если говорить просто про яркость на самом деле цвет пиксель он состоит из нескольких компонентов и работая менять цветовую гистограмму на определенный компонент можно добиваться изменений цвета вот здесь не знаю хорошо ли передает проектор вот но основная суть какая есть у нас сходная картинка у нее какой-то такой холодноватый оттенок вот если модифицировать гистограмму после коррекции у нас получается добавляется теплые тона более приятная но очевидно что изменение яркости произошло нелинейное и наш алгоритм посреди посредним он здесь сломается что можно сделать есть такое понятие как дискретное косинусное преобразование вот эта штука тесно связано с преобразованием форме та же самая идея когда у нас есть набор базисных функций и мы подбираем к ним коэффициенты в чем суть вот мы возьмем косинусы с различными частотами то есть у функция f от это да вот и мы увеличиваем f от 0 до 7 вот получается у нас вот такие графики это 8 нашей базисной функции дальше мы возьмем для каждого графика вот в этих значениях там пины 16 3 пины 16 и так далее точки обозначен возьмем значение каждой функции и выписываем списочек получается у нас вот вектор f от 0 это вот вот эти значения f от единицы это вот вот эти вот значения и дальше мы просто собственно эти века раскладываем вот и у нас перед каждым вектором есть некий вес соответственно таким образом подобрав правильно вот эти веса мы можем приблизиться к исходной функции нашей дискретной наверное немножко непонятно лучше на примере значит есть у нас вектор дискретные функции вот 8 значений соответственно мы составляем систему линейных уравнений вот с этими базисными функциями вот которые в левой части у нас значение нашей дискретной функции получается у нас 8 коэффициентов 8 уравнений решаем получаем веса вот веса получается вот такие и в чем прелесть всего этого преобразования в том что если мы возьмем все вот эти веса мы получим точное значение вот эти ну за исключением там каких-то дробных частей после запятой много много знаков там будет какое-то различие но это это объясняется не математикой а просто ограниченностью дискретных вычислений на компьютере но мы можем на самом деле отбросить какие-то вот коэффициенты от нижней от низких частот и тем самым мы уменьшим количество информации необходимо для кодирования этой функции для для кодирования значений этой функции вот но при этом не потеряем особо в качестве вот то есть если мы откинем два или четыре коэффициента высоких частот вот что мы получим значит синенький график это вот наша оригинальная функция красненькая этому откинули два коэффициента низких частот вот и получили в принципе ну очень близко к тому вот потом подкидывали половину информации ну зелененький получился не сказать что он прям попал но и не то чтобы прям совсем мимо вот и вот этот вот механизм он используется в алгоритме сжатия jpeg вот собственно там суть именно такая мы убираем ну то есть коэффициенты высоких частот от детали изображения мы откидываем коэффициент частот детали становится чуть меньше как бы суть изображения понятно вот но при этом информация гораздо меньше используется для кодирования на практике систему ленинных уравнений решают есть готовые формулы то есть вот у нас есть наш исходный массив данных и вот функция которая набор функций которые позволяют нам вычислить коэффициенты весовые и есть обратная где у нас есть весовые коэффициенты и нам нужно вычислить значение исходной функции это мы все рассматривали одномерный случай вот у нас же картинка это двумерная функция для двумерного случая есть что такое запоминаете естественно не надо вот но в общем есть форму формула по которым можно вычислить и в чем суть здесь на самом деле заключается если мы у нас был одномерный случай да то есть вот у нас есть наши коэффициенты да мы брали отрезали вот так вот это типа самое полезное вот то для двумерного случая там получается не не массив а матрица значений вот и самое полезное у нас находится вот здесь а вот этой части отвечают даже высокие частоты ну да да верно ну короче вот эта часть вот собственно для того чтобы решить наши озвученные проблемы мы это и сделаем это алгоритм который сейчас будет описан называется перцептивный хэш в чем суть мы также как в прошлый раз уменьшаем картинку вот но уменьшаем ее не до 8 на 8 32 на 32 вот это 32 на 32 нам нужно для того чтобы выполнить дискретное косинусное преобразование точно также мы убираем цвет дальше мы запускаем дискретное косинусное преобразование которое нам строят вот похожий похожую матрицу и после этого мы берем левый верхний угол вот 8 на 8 уголочек берем и теперь у нас этот 8 на 8 это не средняя там какую-то часть изображенными не основная суть изображения какие-то коэффициенты точно также мы вычисляем среднее значение и заменяем 0 единичный все что больше или меньше этого среднего вот такой вариант уже выдержит а гамма-коррекцию изменение цветовой гистограммы ну и хэш строим точно так же как раньше у нас 64 бита вот но получается что-то типа такого ну тут уже наши девушки совсем не видно но и неважно вот обладает свойствами теми же самыми по количеству по расстоянию хэмминга точно так же все можно делать следующий приходим к определению нечетких дубликатов вот две картинки на вид одинаковые но разные внутри и нам нужно какие-то выделить признаки на изображении для того чтобы могли их сопоставлять вот здесь основная идея это поиск особых точек особая . это такая точка которая с высокой долей вероятности будет найдена на двух отображениях одного и того же объекта на разных картинках самое главное свойство у них это повторяемость детектор должен находить одни те же точки на разных изображениях одного и того же объекта вот и второй момент количество этих особых точек она должна быть сильно меньше чем пикселей потому что если все будут пиксели особыми точками как бы смысла никакого нет типа особых точек вот есть две картиночки давайте вот начнем с левой как думаете что здесь является особыми точками наверное а второй вариант да верно но это по сути нравится пятно то есть это как бы его центр и размер на реальных картинках вот детектор углов зелененькими точками вот обозначено что он нашел это детектор пятен вот видно что он объем кружочками сети пятна на на бабочки какие-то пятна нашел вот здесь вот эти вот пятна нашел да соответственно нам-то сама как бы особая точка особо ни о чем не говорит но особой точкой расположение пикселя там на изображении ну вот координаты мы узнаем с ним делать как бы особо нечего вот ну я вот так сходу не отвечу возможно конечно там есть потому что в каком-то степени там минимум и максимум ищется вот но так вот сходу я налоги не проведу нам нужно на самом деле не просто особую точку найти а описать неким образом окрестностью потому что именно окрестность мы сможем сопоставить с такой же окрестности на другом изображении и окрестности это описывается дескрипторами как раз у этого дескриптора должно быть он должен быть такими свойствами она должна быть специфична чтобы ее можно было найти на другом кадре очевидно самое важное второе она должна быть локально то есть мы там особая точка который захватывает пол картинки да она бесполезна потому что точно такой же пол картинки не будет в другом месте она должна какой-то разумную область вокруг особой точки захватывать она должна быть устойчиво желательно всяким к изменениям масштаба яркости там афином преобразовании то есть мы картинку там вот книжка мы повернули да и надо все равно должны детектиться вот ну и очевидно должны быть должна быть проста вычислениях и еще один момент он здесь вот не влез на слайд не показывается это метрика расстояния для того чтобы мы могли проверять не только на совпадение и какой-то меру близости сейчас я расскажу вам наиболее популярный алгоритм сифт вот расскажу его опустив некоторые детали потому что сам алгоритм сифт описан на низких десятках страниц вот если его подробно рассказывать совсем мотаном который там ему прилагается вот это долго и утомительно и можно потерять основную суть вот поэтому я сконцентрируюсь на основных моментах того чтобы идею понять сифт это декрептор который описывает особые точки типа пятно вот чем он примечательным он инвариантен к смещению повороту к изменению масштаба на самом деле частично несмотря на то что называется он там скейлон вариант вот но скейлон вариант он не до конца вот и устойчив к изменению яркости в чем основная идея идея заключается в том что детализация некоторого объекта который мы наблюдаем она зависит от масштаба в котором он представлен ну то есть если объект как бы близко к нам мы видим все детали его если он как нас удален то детали все уже размыты но как бы основная суть изображения видно вот и для того чтобы нам правильно сопоставлять объекты разных масштабах вот мы собственно в разных масштабах их рассматривать и будем как этого добиться вот есть у нас котик в шапке из апельсиновой кожуры вот это вот оригинальное изображение и мы это изображение немножко плавно размываем вот и последнее вот это наиболее размытое то есть наиболее размытое 10 ты на что уже усиков никаких не видно вот представим что мы как бы этого кота видим издалека где усов уже не разглядеть но авторы пошли еще дальше они не просто взяли исходное изображение размыли они делали такую вещь они взяли отрезайзили исходное изображение четыре раза а потом еще и размыли то есть у нас получилось вариантов масштаба тут 20 штук вот это по самом деле параметры которым можно играться ну то есть вот вот эта полоса в одном масштабе называется авторами октава вот этих октав можно делать разное количество но хороший результат достигается на 4 утверждает автор как добиться вот этого размытия про свертку вам рассказывали уже вот соответственно добивается это с помощью применения свертки изображению напомню для тех кто забыл это берется ядро свертки к матрица размеры на n вот которая центром накладывается на нужный нам пиксель все в округе перемножается и складывается и получается новое значение пикселя то есть вот в нашем примере вот нас интересует нас пиксель с значением 2 мы накладываем на него центром ядра и что у нас получается то есть 2 умножить на 0 9 умножить на десятую ну и вот и так далее да проходим все эти пиксели складываем получаем 4 возвращаемся к нашей линии так опять у меня не влезли подписи вот но здесь уже матрица 5 на 5 вот она вот применяя получилось такое изображение если мы выбираем значение матрицы больше и захватываем больше соседних пикселей размыть у нас получается сильнее что это вот были за значения на самом деле матрица для размытия это значение проекция гауссиана на плоскость гауссиан это функция переменных которые там похоже пупырышек близкие в общем тут нормальное распределение вот и играясь вот этим параметром сигма мы можем играть высотой этого холмика и собственно степенью размытия в том числе продолжаем вот у нас есть объект в разных масштабах чего нам теперь с этим делать у объекта есть контуры вот обычно мы объект узнаем по контурам то есть если мы рисуем рисунок кошки да мы узнаем что это кошка несмотря на то что там кроме контуров ничего нет вот поэтому как бы идея давайте как бы искать особые точки на контурах или где-нибудь там что-нибудь что контурами окружено ну там глаз например центр глаза вот как выделить контуры если попиксельно вычесть две соседние картинки то контуры на самом деле проявится я вот не знаю видно вам или нет я вот тут игрался с гистограмм пытался все равно с гистограммой поиграть чтобы эти контуры появились потому что на самом деле если вот просто попиксельно вычесть получится черный экран и ну как негрой угли в угли ночи воруют вот но если поиграться то что-то появляется да то есть вот есть глаза какие-то морда это шлем и принципе что было сделано берутся две соседние картиночки вычитаются получается картинка с контурами разница гусянов называется и делаем эту процедуру для каждой октавы а дальше мы делаем следующее вот у нас есть вот это вот разница гусянов мы берем пиксель и смотрим 26 его соседей то есть это вот здесь и на картинках сверху и снизу вот если вот эта картинка является минимум или максимум то это наш кандидат на особую точку то есть это означает что какой-то точка на контуре выделена ярко настолько что в одном масштабе то есть она проявляется а в других масштабах она как бы теряется то есть если на ком-то масштабе она видна значит что-то такое особенно вычитаем наши берем наши три картиночки еще минимума тут появляются видно не видно в общем вот здесь вот область какими-то точечками дальше тут еще есть на самом деле этап по фильтрации этих точек вот я на нем останавливаться не буду но суть его в том что он выбирает наиболее контрастные точки из представленных и старается выбрать среди точек на контуре не просто какие-то точки на контуре которые расположены где-то близко к углу то есть на дуге какой-то да либо вот прям ногу контура что мы с этим дальше делаем предположим что точки мы устойчивы к масштабу ходить учились вот теперь нам нужно что-то сделать придумать ориентацией ориентацию будем собирать следующим образом мы соберем направление градиента и его величины в окрестностей каждой особой точки если забыли что такое градиенты я сейчас напомню не знаете не забыли вот но суть в что мы в общем у всех этих градиентов в каждом пикселе есть какое-то направление да и вот наиболее преобладающее направление которое здесь вот мы обнаружим она и будет направлением особой точки ну в общем напоминаю вот наш холмик градиенты показывают куда растет значение функции собственно вектор показывает направление величина его показывает силу роста соответственно вот величина рассчитывается как ну тут берем как бы соседние пиксели слева справа сверху снизу считаем вот и точно так же углу понятно вот ну и то есть вот если она наша вернуться к нашей картинке да то есть вот здесь у нас особая точка это пятно у нас тут было вот вот магнитуда ну то есть величина наших градиентов то есть вот здесь у нас как бы ничего не меняется здесь 0 чернота да вот и у нас какие-то изменения происходят вот здесь величина градиента высокая вот и собственно здесь стрелочками показано направление дальше мы берем все эти направления и складываем гистограмму вот и при том что у нас гистограмма побита на то есть вот наш диапазон 360 градусов побит на 36 бинов ну по 10 градусов все вот эти ориентации мы складываем и у нас получается такая гистограммка вот там где у нас самый высокий пик вот это тот угол который представлен наиболее ярко в окрестности особой точки вот мы его мы берем за направление и дальнейшие как бы все вычисления будут относительно этого угла ну то есть как мы поворачиваем относительно вот угла идет у нас такое нормированное направление вот но есть еще некоторая особенность что иногда бывает что в несколько пиков и вот если у нас есть еще один пик который попадает в окошко 80 процентов от самого большого пика то у точки будет два направления теперь мы собственно готовы уже описать дескриптор наши окрестности вот наша точка . на самом деле находится между пикселями потому что тот матан который мы пропустили в описании да вот он ищет экстремумом он на самом деле находится ну то есть вот если наша функция дамы и приближаем и получается так что пиксели делается так что в максимум на самом деле находится не не в каком-то значении дискретных функций где у нас пиксель представлена между ними на самом деле вот поэтому мы берем область центр который как бы не существует вот берем нас есть на накрываем нашу особую точку окошком 16 на 16 вот и разделяем на блоки 4 на 4 а дальше мы производим ту же самую операцию которую делали сейчас направлением в окрестности особой точки и строим гистограмму направлений но гистограмму мы строим не в диапазоне 36 бинами до всего на 8 направлений разбиваем так вот у нас наши бог 4 на 4 представлены вот мы его раскладываем в какой сектор падает большей части и что у нас в итоге получается у нас есть направление особой точки и есть направление каждого квадратика чтобы нам добиться ориентации авторы предлагают такой трюк по почитанию вот этого основного направления из направления каждого квадратика это как бы не совсем вроде афинное преобразование поворота вот но с учетом того что здесь все разбито на бины вот она близко к тому оказывается на практике вот и что мы делаем мы учили ли гистограммы градиента в каждом квадратике вычитаем оттуда наше основное направление получили от нормированное направление окрестности вот у нас квадратик 4 на 4 вот и в этом квадратике 8 направлений ну в смысле 4 на 4 это то есть вот этих вот раз два три 4 раз два три 4 да и в каждом 8 направлений вот 128 чисел вот собственно наш дескриптор как бы и есть вот но там еще есть момент нужно добиться инвариантности к изменению яркости вот мы наш вектор нормализуем просто делим на сумму квадратов а дальше вот те значения которые получились больше чем 02 вот меняются на 02 и заново нормализуется не спрашивайте почему так вот ну вот они решили что вот так и она работает как это все в итоге выглядит вот картинка с изображенными не особыми точками диаметр вот размер кружочка он зависит от того масштаба на котором эта особая точка была выделена вот много деталей вот и на когда мы картинку сильно зажимаем от нее ничего не остается кроме там этих облачков которые можно разглядеть в реальной жизни вам программировать это никогда не придется вот есть уже готовые библиотеки там у пансии вот код на питоне который собственно эту картинку рисовал то есть мы берем зачитываем картинку убираем из нее цвет создаем дискриптор говорим его найди и рисуем эти на 1 особые точки на практике все просто и и теперь собственно как же нам выделить наши нечеткие дубликаты общий подход такой что мы выделяем особые точки на изображении сохраняем их дискрипторы дальше мы все это делаем на коллекции то есть у нас много много дискрипторов получается дальше мы вот эти все дискрипторы кластеризуем ну например там в 1 миллион кластеров вот и центр кластера это так называемые визуальное слово а дальше мы берем вот эти обнаруженные особые точки и заменяем на ближайшее визуальное слово и у нас картинка представляется из набора пикселей дискрипторов просто в набор чиселок которые говорят о том что это за номер визуального слова соответственно если у картинок есть высокое пересечение по этим визуальным словам то собственно они дубликатами являются с этим и потом еще практикуемся в конце вот но тут есть пара важных моментов если мы говорим о веб-поисковике то все у нас тут измеряется миллионами и миллиардами вот и простые решения традиционные они здесь как бы не заводится первая проблема с которой мы сталкиваемся это собственно как же нам кластеризовать миллиарды в миллионы кластеров один из способов это иерархический комминс в чем его суть то есть мы наши миллионы кластеризуем не к миллионам а к десяти кластерам сначала вот а потом полученный кластер также разбиваем еще на 10 еще на 10 еще на 10 вот и глубина вложенности 6 дает нам собственно миллион кластеров он конечно по точности уступает классическому комминсу если бы он отработал все-таки но не отработает наверно за разумное время на обычной машине вот но для данной задачи качество приемлемое следующий момент возникает вот у нас мы построили мы миллион кластеров обрабатываем картинку нашли и скриптер и теперь нам нужно найти ближайшее визуальное слово их миллион и на картинке у нас еще там не тысячи тысячи дескрипторов до тысячи на миллион сравнений много получается этот очень долго нужно что-то более быстро более быстро это алгоритм поиска ближайших соседей в основе его лежат когда деревья для примера предположим что у нас попала картинка вот вот область наш объект попал в эту область многомерном пространстве вот и нужно найти ближайших соседей собственно что мы делаем то есть у нас заранее построили построено дерево который разбивает в этом на разные на разные секции пространство и вот мы идем значит их больше 6 до очевидно больше 6 значит идем направо там y больше 5 то есть это вот эта вот граница до сюда попали теперь у нас x больше десяти вот это по этой границе отсекли попали сюда поняли что у нас ближайшие узлы которые мы последние прошли это вот это вот этот вот ну среди них мы как бы ищем ближайшего количество сравнений радикально уменьшается следующий момент это многие предположим мы все превратили все картинки в набор визуальных слов вот у нас там поиск по картинкам там 10-20 миллиардов картинок у нас и теперь нам их нужно кластеризовать вот каждый с каждым сравнить как бы не представляется возможным вот а идеи которые лежат в основе нахождение дубликатов в поиске тут как бы не годятся потому что в поиске там все строится на шинглах то есть на последовательности идущих там слов или букв а у нас тут нет такого понятия последовательности просто хаотично как бы разбросаны и надо что-то иное но основная идея конечно та же самая что и в поиске по вебу это около локалитис анситив хэшинг вот то есть мы придумываем некоторую хэш-функцию которая нам помещает потенциально близкие картинки в одну корзинку а дальше можем три корзинки другую мы сравниваем собственно что же за хэш-функцию можно здесь придумать а хэш-функция здесь такая что мы берем ну основная идея какая вот если бы мы взяли вот этот перцептивный хэш который у нас был и его использовали в качестве хэш-функции то есть нас как бы все как бы точные дубликаты бы сразу бы как бы свалились в одну корзинку очевидно а еще у нас бы те дубликаты которые по расстоянию хэмминга близки вот они как бы лежат тоже как бы рядом и понятно как обратиться к средней картинке до меня это пару битов вот но использование вот такой фиксированной ячейки в 64 битный не очень удобно потому что ячейки получаются в одной ячейке получается мало результатов вот и приходится много заглядывать в соседние это как бы усложняет задачу вот нам придумать такой хэш который бы нам разбивал на меньшее количество корзинок вот и чуть дальше я расскажу каким образом можно добиться вот но основная идея алгоритма такая то есть вот мы сложили все картинки в одну ячейку там у нас оказались как там точные и не точные дубликаты соответственно мы их сравниваем друг с другом вот все что оказались дубликатами вот образовали определенный кластер и так вот по всем ячейкам нашего многомерного пространства дальше мы берем и сравниваем соседние ну берем представителя с одной ячейки и и с другой и сравниваем их друг с другом вот если они совпадают отлично объединяем кластера большая кучка получилось вот и вот так вот мы присоседиваем соседние картинки из соседних ячеек до тех пор пока они приклеиваются вот этот алгоритм у него не сказать что прямо там феноменальная точность получается вот но он как бы простой понятно вот и там довольно легко масштабируется вот точность не там по нашим замерам там порядка на 70 процентов и собственно что же за хэш функция напомню у нас есть перцептивный хэш 64 битика вот и иногда из него что-нибудь такое сделать чтобы мы могли играться с размерами ячейки то есть количеством объектов которые туда попадает для этого используется метод снижения размерности метод главных компонент рассказывали рассказывали помните не помните ну суть в общем основная то что у нас есть вот здесь примерчик который иллюстрирует что вот есть некий объект и очевидно что в зависимости от того проекцию какую проекцию мы его сделаем мы получим либо одно либо другое то есть вот можно есть а можно но получить из одного и того же вот поэтому выбор правильной плоскости для проекции он как бы важно вот и суть заключается в том что вот у нас есть картиночки точечки да и нам нужно из двумерного варианта привести их к одномерному так чтобы потерять минимум информации ну вот и выбирается соответственно вот эта линия таким образом чтобы сумма квадратов расстояние было минимальным вот то есть очевидно что если бы мы линию провели проекцию как бы вот так да то есть у нас как бы все схлопнулась там на маленький отрезок все было кучно и ничего не понятно здесь у нас получается они распределены довольно хорошо вот как этот алгоритм в деталях работает не буду рассказывать третье теме вот но в общем стандарт де-факто пользуйтесь вот и собственно это нам позволяет проецировать наше 64 мерное пространство на любое количество там хотим на 32 хотим на 16 на 8 так далее все зависит от размера нашей коллекции это как бы все подбирается под коллекцию выбираем одно значение смотрим что получилось устраивает не устраивает и дальше если не устраивает про теорию нахождение нечетких дубликатов наверно все вот но вот какие особенности возникают вот пример нечетких дубликатов формально да это нечеткие дубликаты вот но говорить что это как бы одно и то же без привязки к каким-то другим признакам неправильно дайте что мы тут видим здесь вот есть мэрлин мэнсон надеюсь тот же самый мэрлин мэнсон новый просто скриншот рабочего стола с иконками и вот просто взять и сказать что по запросу мэрлин мэнсон показать вот это вот неправильно здесь как бы вообще фото жаба чуть лицо поменяли вот по деталям как бы все то же самое вот но картинка уже другая вот с этим нужно тоже уметь работать ну то есть как бы знать точки зрения явления дубликатов мы как будто ничего не сделаем уже для нас они действительно это нечеткие дубликаты надеюсь нужно ориентироваться на другие признаки ранжирования чтобы одну картинку делите другой и дальше про наиболее значимые факторы в поиске по картинкам очевидно что это тексты вот тексты со страницы тексты ссылок хорошо работают производные тексты вот тот пример со столом и стулом который я приводил вот размер изображения имеет значение пользователи любят картинки побольше почетче какие-то там маленькие размытые рейтинги страниц и сайтов педж ранки все такое вот и конечно огромное значение в поведенческие данные имеют потому что для нас как бы вот вот лошадь и вот лошадь подпись у них одинаковые и мы не залезаем изображение не можем понять вот красивого что это некрасивая вот а пользователь когда видит они сразу понимает какая лошадь красивая вот и в нужную лошадь кликают вот если мы эту всю информацию будем учитывать что по запросу лошадь вот этого кликается лучше вот и учитываем там ранжирование того и качество вырастает сильно от этого про картинки все у нас будет еще напомню там блок про поиск по образцу вот если есть какие-то вопросы спрашивайте если нет идем дальше ok идем дальше теперь поговорим про аудио здесь у нас соответственно схема плана разговора такой же где взять аннотации к аудио данным на почему важно находить дубликаты и как их находить вот рассматриваю ему как бы я в своем представлении рассматриваю случай что мы какой-нибудь музыкальный ну то есть вы работаете в музыкальном хостинге да и вот вам нужно найти там аллу пугачёва орликина до запросу соответственно найти нужно правильно вот у вас есть коллекция уже и соответственно с ней вы работаете моменты нахождение в интернете каких-то импатришек мы как бы затрагивать не будем где взять аннотацию вот ну а первое очевидно это имя файла иногда она бывает очень говорящим да beatles yesterday все хорошо берем используем второй источник информации это мета данные которые в самой аудио файле заложены но там иногда что-то хорошее иногда какой-то мусора ничего нет следующее что можно сделать это взять некую сигнатуру от данных и обратиться в какие-то общедоступные базы то есть вот есть например база music brains это не знает такая музыкальная википедия где там про артиста если информация о том какие у него там альбомы когда выходили какие песни какие будут выходили вот соответственно там же для каждой песни хранится некий отпечаток по которому можно соотнести треки которые у вас есть с тем с этим каталогом вот еще момент что предположим у нас картинка у которой нету ни нормального описания не нормальных мета данных ой не картинка аудиофайл вот но при этом мы можем понять что это что этот аудиофайл является дубликатом каких-то данных из нашей коллекции уже имеющиеся которые уже размечены ну очевидно мы все всю эту информацию приклеиваем что нам это информация из дубликатов дает ну во первых очевидно разнообразие выдачи до чтобы когда мы задаем запрос beatles у нас не было все забиты одной песни и стаби объединяя данные про треки мы объединяем все данные популярности вот она может быть у нас ну просто количество дублей да либо у нас у каждого дубля может какая статистика о том сколько его там пользователи на нашем музыкальном хостинге слушали все это как бы складываем и получаем итоговые значения следующая полезная информация это возрастные ограничения потому что иногда бывают песенки матерком вот их по и по невинным запросам как бы детям показывает неправильно вот и не всегда эта информация есть во всех треках вот его разумно склеивать вот ну и текст песен они тоже не всегда доступны вот но по ним иногда полезно искать теперь как же мы можем собственно дубликаты аудио данных получить ну первое очевидно совпадают мета данные название песни длительность исполнитель вот если все совпадает мы считаем что дубликат вот отрезаем мета данные остаются бинарный собственно аудио поток если он у двух файлов совпадает очевидно они дубликаты вот и есть дескрипторы для выявления нечетких дубликатов вот один из вариантов мы сейчас рассмотрим в рамках данной части один вариант который в основе шазама лежит это тоже поиск по образцу будем рассматривать значит что как можно представить аудио данные ну то есть очевидно аудио данные звуковая волна вот у них там частота амплитуда вот традиционный график многие наверно какие-то видели звук записывал вот но вот это анализировать на самом деле неудобно на совпадение вот нужно другое представление другое представление этого называется так называемая спектрограмма что она из себя представляет вот так не влезла здесь общем время да а вот здесь вот частота звука вот соответственно нижняя часть это низкочастотный звук то есть это какие там басы да вот высокочастотные танку и пиликанье там вот и цвет говорит о том насколько ярко представлена данная частота вот на некотором интервале композиции данный момент вот с этим вот уже работать гораздо удобнее и строится она собственно тем же самым преобразованием фурье то есть мы раскладываем на компоненты то есть у нас есть набор частот вот и некое представление ну то есть вот есть дискретная величина мы ее раскладываем на набор боесной функции как который у нас соответствует там чистоте и соответственно коэффициент перед каждой чистотой он говорит о том насколько это представлен насколько данная базисная функция у нас представлена данный момент что мы с этим можем сделать вот один из вариантов который как раз вот лежит в основе хэша который используется музык брэнзе это так называемое нотное представление вот у нас есть октава до 7 нот и вот еще пять диезов вот соответственно все 12 получается вот эти полтона и не называют этот алгоритм хромопринт вот суть его в том что вот есть вот как бы спиралька такая как хромосома да вот и вот вот эта часть представляет одну октаву ну это дальше следующая октава то есть мы ограничиваемся вот одной октавой этой хромосоме и анализируем ее собственно как анализируем вот у нас есть наш спектрограмма мы ее делим по времени на фрейм и время вот там 0 3 секунды чем-то вот из перекрытием на две трети то есть вот раз фрейм 2 ты вот соответственно в каждом фрейме мы вот этот частотный диапазон делим на 12 частей от 0 до 11 килогерц вот и считаем среднюю амплитуду в каждом диапазоне вот и получаем вот такое представление соответственно желтенький ты сильно представлена черненький плохо представлена вот эта штука устойчива к изменению различными кодеками потому что мы как бы на звучание ориентируемся уже не поток байтов вот достаточно компактное представление получаем потому что у нас уже на каждую там секунду всего несколько байтов уходит информации вот но минусом этого варианта является то что сравнивать достаточно сложно потому что он не бинарные вот не нулики единички вот и не очень устойчиво к появлению шумов вот если к появлению шумов мы с появлением шумов от особо ничего сделать не можем а вот с представлением более удачным для сравнения можно сделать вот достигается она следующим образом по этой картинке получившийся проходится скользящим окном 16 на 12 смещаясь как бы на демпиксель дальше к к этому к этой картинке применяются 16 фильтров свертки разных специально там разработанных вот у нас получается 16 вещественных значений дальше мы эти 16 значений квантизуем от нуля до четырех вот 0 до 3 разбиваем диапазон четыре части на куда попадает такое число и назначаем вот и получается что у нас от 0 до 3 значение можно представить двумя битами 16 ядер свертки было получается 32 бита на вот это вот окошко и вот это уже хорошо бинаризуется и получается вот так примерно если это визуализировать нолики единички соответственно что тут представлено некая композиция закодированная кодеком flag это метод сжатия без потерь а это вот та же самая композиция сжата в 32 килобитовым патришку вы не представляете какого качества там аудиозапись булькает булькает все и квакает вот но однако вот если побитого сравнить мы видим что разница на самом деле небольшая получается а это вариант сравнения с какой-то другой песни вот тоже во флаке вот разница все совсем по-разному в целом хороший алгоритм вот но когда начинаем использовать его на реальных данных песенки получаются там плюс минус там секунда где-то вот и они начинаем мы крутить коэффициенты порога близости вот этого допустимого вот и начинает вылезать спецэффекты поэтому как только мы начинаем повышать полноту этого алгоритма снижается точности а вторая проблема связана с тем что аудиозаписи которые юзер обычно загружают на какой-то музыкальный сервис там не знаю вконтакте мой мир там вот они например там запись радиостанции да то есть там держись начало чет говорит там потом песенка все закончилось там реклама какая-то еще вот или вообще там кто-то выложил там минусовку какую-нибудь или фрагмент песни просто какой-то кусочек назвал его там битлз есть да я там только там один куплет вот и вот этот алгоритм естественно ничего этого не выявляет вот но с этим тоже можно бороться мы поговорим попозже об этом так переходим к поиску по видео идем по нашей стандартной схеме вот где нам взять аннотации для нашего видеоролика почему важно находить дубрикаты видеороликов и собственно как их можно находить сейчас я расскажу про последние веяния связанные с текстом к видео потому что в этой части здесь на самом деле все довольно активно меняется вот это что там было пять лет назад она там кардинально отличается то что мы имеем сейчас вот что получила широкое распространение за последнее время это сайт map и специальные видео то есть вот на примере рутюба значит робот стекста у нас есть информация о том что есть сайт map вот он нас двухуровневый да то есть вот он указывает еще смельки с данными вот но данные эти там необычно не такие как для обычных веб-страничек вот что они себя представляют на что тут обратить внимание во первых 10 namespace указан сайт map видео вот и в данном случае вот у нас есть url до нашего видео страница с видеороликом вот и появляется отдельная секция видео где у нас есть соответственно название ролика пресс-конференции владимира путина картинка ну превьюшка для того чтобы можно было отобразить подробное описание ссылка на player для стройки что фон можно было сразу страниц по проиграть вот длительность ролика количество просмотров ну то есть как бы вся полезная информация есть на большинстве популярных хостингов сайт map есть там где его нет обычно есть open graph разметка для видео в принципе что здесь как ее отличить но здесь огтайп есть видео с различными вариациями вот и когда у нас эта информация есть здесь все принципе то же самое тайтл description ролик мой урок самого видео даже размеры для видеоролика для того чтобы устроить в правильный размер чтобы не растягивалась вот даже возрастные ограничения есть в общем тут даже больше но собственно чем вариант сайт мапами хорош и он как бы качаем несколько xml файликов все у нас есть информация видео есть для того чтобы нам панграф получить нам нужно весь сайт обойти соответствии с роботами со всеми делами общем это как бы сложнее и дольше третий вариант это экспорт данных собственном формате это собственно то что раньше было наиболее широко распространено когда видео хостинг сам в каком-то там словом формате выкладывал и вот забирайте от нас вот так и никак иначе и вот для каждого хостинга приходилось писать там свой какой-то парсер этих данных и заморачиваться с тем как как забирать еще у нас есть текст и ссылок на страницу с видео вот и еще в html 5 появился так видео и здесь в принципе все то же самое как с картинками становятся есть текст под есть ну под видеороликом над видеороликом заголовки и так далее вот но несмотря на то что html 5 активно внедряется вот так видео еще недостаточно широко применим поэтому так карри будущее вот сейчас пока мало почему важно обнаруживать дубликаты но очевидно как раньше у нас нам нужно разнообразие выдачи а вот нос и объединять факторы ранжирования традиционно вот но с видео появляется еще несколько моментов первый момент связан с тем что здесь на страже владельцы контента вот и как только они видят что-то пиратская не сразу приходит на видео хостинг и говорить удалите вот все похожее на это вот и нужно удалить иначе засудит вот второй момент это сами видеоролики они весят не там мегабайты зачастую гигабайты вот и если мы умеем скопывать дубликаты мы сильно экономим на месте необходимо для хранения этих данных это тоже немаловажно вот а самая печаль для нас как там разработчиков поиска видео для веба заключается в том что все что я рассказывал про явление дубликатов на практике мы ничего этого сделать не можем потому что у нас нет доступа к контенту потому что весь видеоконтент который отдается он отдается через плееры площадке он зашифрованный мы ничего делать особо не можем до контента достучаться сложно вот поэтому все что и мы сейчас будем говорить это мы сходим из того что мы там какой-то видео хостинг социальная сеть представлена и вот что мы там собственно можем сделать и бывают дубликаты очевидно точные когда у нас тело совпадает ну у каждого видео есть какой какой там у аудио данных есть заголовок в котором информация видео и дальше тело если тело совпадают дубликаты очевидны вот дальше есть не точные дубликаты они бывают искусственные и бывают естественные искусственные дубликаты это когда ну берут видеоролик бегущую строку под него вставляют там покупайте наших слонов или там играйте в нашем онлайн казино вот и соответственно ролик уже как бы другой вот или разрешение поменяли кодеком пережали он там стал выглядеть похуже вот ну и собственно уже искусственный дубликат следующий вариант это не точно естественно дубликаты это съемка одного и того же объекта но как бы с разных похожих мест то есть вот хороший пример вот дети детском утреннике все как бы снимают вот ну очевидно что они снимут примерно одно и то же все второй на самом деле более распространенный вариант это экранные копии человек сидит в кинозале снимает видеофильм получается естественно дубликат либо фильма собственно как нам эти видеоролики схлопывать очевидно нужно представить как-то видео в компактном виде вот и для этого используются специальные сигнатуры которые можно условно разделить на две части есть глобальные есть локальные глобальные они заключаются в том что мы какие-то кадры описываем виде сигнатуры вот либо вообще все видео сразу там каким-то образом представляем виде набора байт вот или они как-то выражают изменение кадров во времени а локальные дескрипторы они близки к дескриптором как картинок которым рассматривали то есть они описывают уже конкретные детали но на каких-то кадрах которые можно сопоставлять друг с другом ну и для разных задач соответственно используются разные варианты мы сейчас не будем вдаваться в подробности как мы это обсуждали в картинках мы сейчас просто как бы пробежимся основную идею чтобы понимать как за счет чего можно находить дубликаты значит первый вариант это глобальная сигнатура в смысле первый представитель глобальных сигнатур то есть подписи это порядковые подписи в чем его идея берем ключевые кадры ключевые кадры здесь это просто каждый там четыре кадра в секунду берем ну это мы обсудим под да это мы такой вариант тоже будет вот это это другой алгоритм вот то есть мы берем каждый десятый двадцатый или сотый кадр из нашего потока выдергиваем и представляем его следующим образом то есть у нас есть исходный кадр есть соответственно убираем всю весь цвет остается только яркость дальше разбиваем на блок 3 на 3 и там условно пережимая в картинку 3 на 3 и у нас есть яркость каждого пикселя дальше мы записываем по порядку значение этого пикселя то есть самый маленький у нас 38 он становится ноликом следующий у нас 43 становится единичкой 46 двоечкой ну и так далее получается такое представление что с этим можно делать вот представим что мы взяли значение одно из компонент нашей матрицы и вот и для всех кадров построили график значение вот этого значение этой компоненты вот выглядит он примерно вот так до 0 до 9 он как колеблется зависимости от того в каком кадре он встречается вот соответственно мы считаем расстояние или один просто разницу сумму разницы между двумя графиками вот и это расстояние нам и говорит о том насколько эти два ролика две последовательности насколько они похожи вот делая то же самое как бы для всех компонентов да вот мы можем бежать скользящим окном вот у нас есть образец да вот видео которое мы хотим найти или фрагмент какой-то да вот мы берем его и прикладываем вот как он вот нас пленка на которой нарисовано что-то и вот мы движемся вот так вот и смотрим где у нас сколько совпадений получается где вот максимальное совпадение получили вот с этого момента значит ну то есть начало фрагмента совпало с началом этого пуска в видео которое мы обрабатываем соответственно вот этот рисунок показывают то есть мы идем здесь какие-то небольшие совпадения и вот мы увидели большой пик соответственно здесь наш фрагмент совпал с видеороликом чем хорош вот этот алгоритм устойчив к изменению разрешения ну потому что мы все равно все зажимаем картинку 3 на 3 вот и все детали пропадают вот он устойчив к изменению частоты кадров а не устойчив к вставкам лишних кадров то есть как только у нас появляется какая-нибудь реклама например да в этом видео видео рекламу кусок то все съезжает вот и не подходит для обнаружения естественных дубликатов потому что картинка сильно яркостью сильно меняется там в том числе не линейный следующий вариант это дескриптор сцен как раз тот самый пример который был озвучен мы делим сцены но видео на сцены а сцена начинается когда у нас резко меняется гистограмма кадров определение цветности условно на одном кадре на другом да то есть это вот на примере этого известного клипа как нам ставила вот и что мы с этим можем сделать тут на самом деле несколько вариантов очень общая идея описана дальше как бы детали предварительно обработка ролика в базе то есть мы все для каждого ролика выделяем все сцены дальше мы в нек некие признаки складываем обратный индекс вот то есть ключом у нас является некий там некий признак да и а в значении у нас идет идентификатор ролика и время начала сцены для того чтобы можно было порядок сопоставлять вот а дубликаты ищутся как бы следующим образом то есть мы берем наш ролик запрос до выделяем сцены в нем дальше мы из обратного индекса запрашиваем ролики с такими же признаками и дальше потенциальные кандидаты обрабатываем на совпадение и порядок сцены вот собственно и вопрос здесь вникает в том а что же у нас будет признаками сцены вот первый вариант ну просто например время начала сцены или там длительной сцены то есть можем написать вот сцена началась в момент 0 в 5 секунд в 20 24 секунды и складываем вот вот эти чиселки обратный индекс очевидно что этот вариант не подходит к неустойчивым вставкам к каких-то кадров или рекламы потому что все съезжает начало сцены слишком много потенциальных как бы совпадений да то есть у нас на пятой секунде ролик у которых началась на пятой секунде сцена их как бы наверное много очень вот ну и кроме всего прочего этот как бы не очень очевидно на самом деле он этот алгоритм неустойчив к перекодированию видео потому что иногда начало сцены она на самом деле смещается при изменении алгоритма кодирования следующий вариант это связи с соседними сценами то есть например можно взять отношения то есть вот у нас есть сцена длительностью 5 секунд следующий за ней идет сцена длительностью 15 секунд то есть их отношения это 3 до 4 секунд к 15 там 027 508 ну и так далее соответственно вот этот вот признак там из трех значений ну то есть набор из трех значений это и есть дескриптор некие сцены вот их мы вкладываем этот вариант уже устойчив к перекодированию видео потому что он оперирует относительными величинами не абсолютными вот он переживает уже вставку рекламы потому что но реклама она как бы не все видео эффекте так только соседней сцены с ним вот но недостатком является то что он оперирует только временной информации то есть не включено что вот ролик у которого сцены вот такой длительности в таком порядке вот но совсем с другим изображением они по роде например какая-нибудь да может совпадать по такому представлению вот на самом деле это не дубликат есть еще вариация мы берем в качестве признака сцены перцептивный к хэш от первого кадра сцены вот тогда у нас получается мы получаем устойчивость перекодирование видео устойчивых ставкам рекламы вот опять же вот этот вариант с пародиями тоже мы начинаем детектив потому что картинки уже не совпадают несмотря на то что длительность она одинаковая вот но такой вариант в отличие от вот этого не позволяет нам искать экранной копии потому что перцептивный хэш здесь уже не сработает вот а связь с соседними сценами она как бы сохранить нет а там же там же у перцептивного хэша ну вот пример да вот там же вот пример был там на самом деле экранная копия для того чтобы рамки не попадали вот они берут центральную часть вот и как только у нас берется центральная часть у нас уже алгоритм склеивания как бы дубликатов уже здесь сломается ну и подводя итог вот про глобальные сигнатуры у нас есть чем они хороши то есть это простой способ и кратки описать видео целиком у нас получается устойчивое изменение разрешения позволяет находить некоторые типы естественных дубликатов вот но не подходит к видео которое не делится на сцены ну просто вот ролик где все монотонно вот человек бежит 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 ничего не меняется вот и эти алгоритмы они не всегда учитывают характеристики сцен то есть они просто на время большинстве стоим завязаны вот с этими недостатками призваны бороться методы которые используют особенности изображения это так называемые локальные сигнатуры один из способов это отслеживание траектории особых точек то есть вот у нас есть картиночка мы на нем находим особую точку особой точки в этом алгоритме используется поиск углов потому что он как бы хуже севта вот но с другой стороны он работает там быстрее вот что для видео как бы более значительно потому что информации приходится обрабатывать много вот и ну то есть представим что вот на видео вот эта рука она как бы движется так и мы вот эту траекторию отслеживаем то есть мы берем как это делается до технически тут возможно как бы три варианта да поскольку мы дескрипторы особых точек умеем сопоставлять друг другом поэтому мы одну и ту же точку можем понять на двух кадрах что это она вот соответственно что мы можем получиться вот в новом кадре как бы она все последнее то есть вот все закончилась траектория движения или вот этой точки не было в пока в потоке вот она появилась и на следующих кадрах она начала двигаться до или она вот двигалась двигалась и продолжает двигаться вот три варианта соответственно вот эти варианты отслеживаются и описываются а дальше след делается следующее то есть у нас вот есть оригинальное видео в котором прямоугольниками показаны области где могут особые точки находиться а дальше берется видео кандидат на нем находятся эти особые точки и смотрятся что они собственно в этих областях и попадут и находятся не выходят за границ вот и соответственно это говорит о том что видео совпали вот но эта штука позволяет нам локализовать поиск нечетких дубликатов фрагментов вот но метод понятно делает довольно ресурсоемкий вот и чувствительным к движению камеру то есть он там не естественные дубликаты далеко не все сможет отловить есть еще следующий вариант выделяются ключевые кадры например там каждые десятые на каждом кадре выделяются секты также как и раньше превращаются визуальные слова вот с помощью визуальных слов находятся похожие кадры через обратный индекс вот и дальше по похожим кадрам находится нечеткие дубликаты вот то есть мы оперируем как в общем то же самое что в поиске по картинкам мы делали данную но и работаем просто набором кадров из видео вот соответственно эта штука поскольку она уже хорошо ищет нечеткие дубликаты между изображениями она позволяет нам искать как искусственные дубликаты так и естественные то есть те же самые экранные копии вот и можно таким образом находить видео по короткому фрагменту но понятное дело что все это довольно ресурсоемкое требует много памяти с поиском по аннотациям собственно это была последняя часть дальше переходим к поиску по содержимому если какие-то вопросы есть могу сразу по горячим следам ответить вот все не все но большинство как бы исследований направлен на то чтобы анализировать именно видео ничто не мешает взять дорожки сравнивать их это потому что как бы это очевидно вот но больше ну то есть есть задачи связанные по видео там не знаю системы видеонаблюдения которые там звук не записывают вот поэтому он там нужно уметь с видео работать именно как с видео без звука вот а тогда у нас ну по сути ты вот что у нас есть вот мы научились находить дубликаты по картинкам вот соответственно применяемого к видео да и мы научились находить дубликаты по и по аудио вот добавляем сюда и вот получаем вот но это все довольно как бы тяжело и ресурсоемка поэтому тебя еще какие-то более простые способом ну давайте тогда пойдем дальше соответственно теперь мы обсудим как же можно найти по образцу картинки и аудио видео обсуждать не будем потому что как бы трудно представить какую-то задачу где это применяется то есть картинки понятно все знают запихиваешь поиска и картинку он ищет до аудио то это шазам у всех слуху вот а для видео как бы как этого интересного примера не пойдемте обсуждать видимо никому не нужно вот соответственно нас есть задача есть картинка нужно найти похожее изображение по какому-то описанию содержимого вот но вот что такое похожее она на самом деле различается вот первый вариант это мы ищем изображение того же объекта вот есть куча таких картинок где нарисовано там один тоже объект разных ракурсах вот нужно находить фотографии с тем же самым следующий вариант это конфигурация сцены то есть вот у нас есть кухня ресепшн бар но по сути когда там стойка вот у которой тут там может находиться вот или вот внизу подписи не видно но в общем вот это вот автобус это самолет это зал вот но по сути это помещение со стульями креслами вот третий вариант это изображение одного и того же класса сцен это вот все это банкетный зал понятное дело что для разного понятия похожести нужны разные методы решения нахождения этого ты похожести вот но общий подход он как бы един вот мы берем картинку выделяем наверняки набор признаков и соответствии с этим набором признаков в нашем многомерном пространстве ищем ближайшего соседа то есть вот наш запрос белым мишкой вот есть набор картинок где еще есть белый мишка вот он нашем пространстве близко вот соответственно по запросу мы должны найти крестик этого как бы общая идея вот и здесь на самом деле было все двигалось как-то так медленно медленно потихонечку вот когда люди анализировали картинки придумали какие-то эвристики потом на основании этих эвристик строили какие-то классификаторы там с машинным обучением там или не с машинным и ручными какими-то правилами вот но тут вот случилась революция появились нейронные сети которые начали применять к анализу изображений вот и основная там идея в том что построение классификатора который собственно из пикселей строит правила вывода описание объекта или никаких других признаков похожести до которые нам нужны возложили на нейронную сеть на на сама все как бы и делает вот про эту часть мы говорить не будем потому что это тема отдельной лекции я не знаю в этом году будут читать рассказывали уже да ну отлично вот поэтому поговорим про то что можно сделать альтернативными способами вот в частности мы поговорим о том как найти один и тот же объект на изображение то есть вот пример какой-то там корпус оксфорда принципе его можно вполне себе найти по образцу без использования нейронных сетей как работает общий подход значит мы выделяем особые точки изображения и сохраняем их дескрипторы дальше мы кластеризуем дескрипторы получаем словарь визуальных слов потом мы наиболее выраженные ключевые точки заменяем на ближайшие визуальные слова вот и картинка у нас превращается несколько в данном случае сотен визуальных слов а дальше мы выбираем картинки у которых наибольшее совпадение визуальных слов с картинкой запросов вот этот слайд как вы видите практически дублирует поиск дубликатов вот но разница здесь в том что если для нахождения дубликатов мы можем работать с маленькой картиночкой там 200 на 200 пикселей вот и выделить с нее там 20 30 40 визуальных слов этого нам достаточно для определения дубликатов для того чтобы работать уже с поиском похожих изображений нам нужны детали то есть данном случае там например там вот уголки окон там какие-то вот изображения лепнины какой-то которую при пережать и все теряется вот и поэтому нам нужно выделять сотни уже слов визуальных вот а дальше все как раньше вот соответственно как организовать саму структуру поиска поскольку у нас пространство признаков там довольно большое там нас один миллион визуальных слов до примеру вот при этом вектор признаков получается очень разреженный потому что мы из картинки выделяем там сотни или там единицы тысяч визуальных слов вот а все остальные элементы получаются нулевые в этом векторе вот и для такой структуры естественно очевидны и удобно использовать обратный индекс работает понятно берем картинку выделяем визуальные слова из обратного индекса смотрим в этих документах находится те же самые поднимаем объединяем получаем как она вот на примере может работать то есть вот у нас есть картинка запроса вот и примеры того что он может находить видно что вот эти две башенки они могут быть там в темноте могут быть в какой-то марки каким-то перекрытиями решетками вот это все находится здесь тоже самое то есть вот объект и здесь вот и даже пример люди на фотографии у них там на фоне переход нашелся но это по сути как бы булев поиск получается вот работает неплохо но можно улучшить чем можно сделать ну как бы традиционно тфдф вот некоторые слова встречаются часто для них вес уменьшаем применяем все те же самые практики что у нас были в текстовом поиске еще здесь можно сделать геометрические сопоставления то есть если у нас есть некий набор точек на одном кадре вот если мы можем понять что вот этот набор точек трансформируется в другой в набор точек на другом изображении с помощью какого-то финного преобразования там поворота переноса или там масштабирование вот то это означает что мы нашли не просто какие-то случайные точки а это был тот же самый объект ну по сути это пассаж если вот говорить на текстовый вариант перекладывать вот еще один момент такой хитрый можно использовать это расширение запроса то есть если мы послали запрос нашу базу получили похожие картинки вот если мог по количеству найденных визуальных слов понимаем что вот это высокая пересечения получилось запросом значит картинки хорошие и берем эти картинки еще раз в поиск посылаем и похоже получаем похожими похожие вот но по сути это все будет на одну тему и количество результатов релевантных у нас увеличится еще следующий можно вариант сделать если у нас есть поиск по тексту скорее всего как бы есть да вот то мы можем следующий вариант сделать мы для для всех картинок для учета поведенческих данных естественно запоминаем по каким запросам она показывалась и кликалась вот и можно повернуть такой фокус берем картинку находим какую-то картинку из коллекции и смотрим на какие на какие запросы она находилась выбираем наиболее популярные запросы и посылаем в текстовый поиск и находим собственно тоже как бы на ту же тему картинки то есть вот у нас собор святого семейства и вылезают картинке на эту тему очевидно что вот картинку где он где этот собор вот здесь невозможно по по похожести сопоставить изображение собственно про картинки все переходим к аудио если есть вопросы задавайте про аудио значит у нас задача по фрагменту композиции надо найти оригинальный трек вот при том что фрагмент может быть записано кому-то зашумленном помещении то есть это может быть ресторан автомобиль какой-то шум от дороги все что угодно вот как это можно сделать то есть возвращаемся к нашей спектрограмме и почему именно к ней они кому нотному представлению потому что когда мы используем к этому появляется шум то у нас автоматически амплитуда повышается у колебаний звуковых вот и все что тише шумой вот становится не слышно вот и как бы в целом как бы звучание меняется вот но что не меняется это звуковые но этот пике на гистограмме когда какой-то звук он громче шума соответственно все равно остается слышим вот и когда мы рассматриваем нашу спектрограмму вот мы ориентируемся не вот не на те алгоритмы похожести изображений которые вот там для визуальных слов мы использовали да а признаки просто того что какой-то пик он выражен здесь на на спектрограмме и только это нас привлекает все что все все остальное это как бы шум для нас вот потому что шум пике вот эти не слежит соответственно что мы делаем мы берем там разреждаем на какие-то интервалы внутри каждого интервала ищем пике эти пике будем сопоставлять но сопоставлять нам же опять же нужно как-то эффективно вот и мы не можем взять и сказать что вот у нас пика это на первой секунде 3 мега 3 килогерца потому что на 3 секунде 3 килогерца это много где может быть вот и нам нужно что-то как бы более более значимое то что более уникальное вот соответственно предлагается такой вариант когда мы наш пик на спектрограмме записываем как бы не просто как пик а вместе с информацией о соседях то есть мы рассматриваем соседние пике не дальше чем там x секунд от текущего да вот и записываем хэш который состоит из частоты пика нашего исходного частоты пике соседа и расстояние между ними во времени считаем от этого хэш вот и получается что у нас наш наша спектрограмма превращается в набор хэшей которые раз описывают взаимоотношения между соседними пиками дальше мы эти хэш и складываем инвертированный индекс где у нас в качестве ключа является собственно наш хэш в качестве значения идентификатор песни композиции нашей и отступ от начала песни для того чтобы можно было порядок потом сопоставлять дальше у нас приходит образец мы из него вытаскиваем те же самые пики по идем с ними в обратный индекс поднимаем всех кандидатов вот и дальше среди тех кандидатов которых в которых найдено большее совпадение запускаем довольно дорогостоящую процедуру сопоставления по времени вот те которые лучше всего подходят соответственно это то что нам нужно вот и возвращаясь к нашему слайду с нотному представлению аудио данных то есть у нас там была какая проблема у нас было повышение полноты снижает точность определения дубликатов и нет возможности определить измененные треки когда у нас либо фрагмент песни либо записать дистанции когда там кто-то говорится начале и какая-то реклама в конце вот с помощью вот этого алгоритма это все как бы решается